Опять же вспоминаются слова Владимира Зеленского, сказанного сегодня после встречи с Джозефом Байденом о том, что результаты сегодняшней встречи будут иметь отображение на поле боя. Будем надеяться, что действительно эти изменения произойдут. Но, Федор Владимирович, я к чему? Давайте еще с вами посмотрим реакцию наших киевлян на то неожиданный визит Джозефа Байдена в Киев. И с вами обсудим это. Как и для всех, для меня это стало неожиданностью, приятной неожиданностью. И это очень важный шаг, который сделал Байден своим визитом. Я думаю, что вместе с этим важным шагом последуют и важнейшие с его стороны сообщения о военной помощи. Потому что я не думаю, что, приехав в Киев, Байден не огласит про передачу какой-то долгожданной для нас помощи. Неожиданно, но очень радостно. Это очень приятно. Очень. Мы видели видео в телеграм-каналах на Михайловской площади. И прямо, я не знаю, до слез. Вы хотите сказать, что сегодня Байден в Киеве? Вот этот вот кортеж, который стопорил, ну это вообще супер, это круто. Партнеры доказывают свою, нашу петрынку. И це нема якісь, ну может быть, такие сомнения и благосклонности, которые у меня, допустим, были раньше по поводу поддержки Америки. Федор Владимирович, ну как видим, удивление огромное вызвал этот визит. Действительно, все было очень тайно, очень непредсказуемо, очень неожиданно. И все же, если резюмировать, чего мы ожидаем от сегодняшнего визита и завтрашнего визита Джоаза Фабайтена в Варшаву? Пожалуйста, подведите итоги. Вы знаете, я вам скажу еще так, открою тайну, что неожиданностью этот визит был не только для простых граждан Украины, которых вы только что спрашивали на улице, но 99, наверное, процентов народных депутатов Украины до того, как было публично оглашено и появились первые фотографии встречи президента Зеленского и президента Байдена, не знали, что Байден действительно планирует быть в Киеве. Поэтому этот визит очень знаковый, он очень для нас важный и в данном случае, с чего вы начали, с точки зрения восприятия значимости этого визита, это прагматичный визит, который был нацелен на выяснение, что для Украины в первую очередь нужно и предоставление того, что нам нужно. Поэтому, не всякого сомнения, этот визит отобразится на поле боя. После завтрашних и после сегодняшних переговоров, я уверен, будет объявлен уже конкретный перечень очередного пакета военной помощи Украине, который поступит сразу в ближайшей перспективе у войска. Ну и кроме того, я думаю, что к годовщине войны, которую развязала Российская Федерация, внедрение нового пакета санкций, принятие нового пакета санкций, это тоже очень важным, является сигналом и для всего нашего союзнического мира, для всего союза, который против Путина нам помогает воевать, и для, собственно, тех стран, которые на стороне Путина. Поэтому визит исторический, я уверен, что в ближайшие дни мы увидим уже его материализацию в конкретных видах вооружения, которые поступят в Украину. Что ж, следим. Наши коллеги уже отправились в Варшаву. Завтра будут прямые включения из Варшавы на телеканале Freedom. Федор Владимирович, спасибо вам большое за ваши комментарии. Федор Венеславский, представитель президента Верховной Ради Украины, член комитета Верховной Ради Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был с нами в эфире Freedom.